Мир всем! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Помолимся! Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Прежде всего идут Благородные металлы Драгоценности Товаров золотых и серебряных И камней драгоценных И жемчуга Потом идет то, что служит Для одеяния и украшений и вессона, и порфиры, и шелка, китайские шелки и багреницы. Все это предметы царской роскоши, которая соответствует восточному городу Вавилону. Далее следуют материалы различных изделий и предметов роскоши, и всякого благовонного дерева, вечно зеленое дерево африканского побережья, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, железа и мрамора. Далее идут товары благовонных веществ, корицы, азиатское кустарниковое растение, дающее мазь для волос, и фемиама, и мира, и ладана. Возможно, эти вещества будут использоваться и в богомерзком культе антихриста. Далее перечисляются предметы питания, сначала растительные, потом животные, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец. Затем предметы человеческого общежития, и коней, и колесниц. И, наконец, в качестве товара идут сами люди, рабы, являющиеся собственностью своего господина и товара. Как мы видим, что все от безжизненных металлов, растительности, предметов, питания, животных, и додел, и даже душ человеческих обращено в товар. Кроме того, еще раз видим, что смертельная рана зверя исцелеет, и в кончину века с новой неслыханной силой воскреснет работорговля. Вопросы? А какой работорговли идет речь? Вроде как бы сейчас нету работорговли же? Ну, здесь написано, что в кончину века с новой неслыханной силой воскреснет работорговля. Ну, это берется из того, что перечислено из кота, и овец, и коней, и колесец, и тел, и душ человеческих. Перечисление товаров идет. То есть, тело будет товаром, и душа, то есть, жизнь, наверное, рабы, полкования нам. Тело и душа, главное. Тело, это, наверное, может быть, там, на органы, сейчас, в известном, людей продают. То бишь, мы должны понимать, что предвестником антихриста, как уже таковое, ну, как бы, будет именно торговля рабами, да, получается? Да. Ну, вот, в интернете часто, как бы, видишь, лбы, и на них такие вот штрих-коды, как на товарах. Вот. Может быть, это вот и... Да, работорговля, она всегда была, и рабоаналдический строй, он самый такой строй, продуктивный, что ли. Вот, поэтому порядок, он наведет порядок, войны, как бы, прекратятся, миры безопасны, все будут работать, торговать все будут, товары продать, обогащаться. Одни будут обогащаться, другие, конечно, будут. Ну, это было бы... Рабства-то сегодня нету, в прямом смысле этого слова, потому что все сейчас свободные люди, ну, там, может, где-то в исключениях каких-то, а так-то нету рабства-то сейчас. Правильно же? Ну, никто и не говорит, что антихрист пришел. Среди нас, по крайней мере, нет уже пока так будет. То, что к этому и идет, так и понятно. То есть, это еще одно доказательство, что если нет работорговли, то и нет антихриста, и печати антихриста, что о них говорить? Сначала товар, потом на него эти штрих-коды наносят. А что, штрих-коды придумали, чипы придумали, а товара нет, рабов нет. Знаем. Ну, как работорговли нету? Сколько объявлений? Пропал человек, пропал человек. Куда они пропадают? Продали, украли, распилили на органы, продали. Органами это торгуют. Сердце, почки, врачи, сейчас сердце-то не заменяются. Другие части тела, пожалуйста. Это ли не работорговля? Это торговля телами, а то душами прям будут торговать, а то человека в рабство будет создавать. Это мы и в Ветхом Завете читали, и на протяжении всей истории рабы были всегда. После революции был лозунг «Рабы не рабы, рабы не мы» и отменили вот это вот крепостное право там или что там, насколько еще. А в последние времена опять возобновится. Идем дальше. Откровение 18 глава 4 стих. Ну вот еще как вот работорговли нету, ну такой вот открытой может быть и нету, а вот в Москве мы все верим, что этот город, именно этот город будет, город блудница, город Вавилон, город смешения. Посмотрите, все ниши, должности, уборщики, там вот эти вот, все они, не москвичи, все приезжие. Меня вот, недавно мальчишек двух подвозил из Таджикистана, приехали в Барнаул учиться. И повез их в этот, на спид, короче, анализы сдавать. А говорю, а сколько справка стоит? 3000 рублей. Обязует их, иначе без этой справки. И его гражданство ему не дадут. Я думаю, вот это да. А он еще молодой, ему там, как говорится, ну и, может, девственник еще. Нету справку на спид, давай ему. Ну так это не значит же, что роботорговля, они свободные граждане приехали в другую страну. Это называется гастарбайтерство, но это не рабы. Может и не рабы, но все, слово поменяли, смысл, то что из этого изменится разум. Одни люди работают на других, но как? Не работают. Почему москвичи туда не едут, полы не моют в Таджикистан? Не один. Не, ну Сергей, раз уж задели этот вопрос, раб это тот, у которого есть хозяин, у которого нет своей воли. Они вольные приехать работать в Москве, вольные в Америку уехать, вольные обратно. Правильно? Согласен. Но сама жизнь заставляет не поедут, не работать. Я у них спрашиваю, а что там в Таджикистане? Нет работы, зачем вы сюда едете учиться? Ну да, я с тобой согласен. Раб это да, у которого есть господин, и которого можно продать. Один господин может продать другому господине. Здесь да, такого у нас нет. Но есть рекомендательные письма, опять же. если он тебе плохую характеристику напишет, тебе больше никто на работу не возьмет. То же самое. Смысл похожий. Пойдем дальше или еще? Игнать Тихонич, есть про работорговлю что сказать? Я-то не буду при этом строить, не знаю. Ну, работорговля, слово рабочий уже включает в себя раб. Корневое слово. Худшее рабство какое было это колхозы. За нуль, за трудодень работали. Выехать никуда нельзя. Паспортов не было. И к этому оно все подойдет. В Афганистане скольких продали? Офицеры продавали своих солдат. это сейчас тут приехал человек там служил и рассказывает даже не верится. Я говорю так, да, так. Работорговля развита в этих странах. Вот сказали, что сколько терялись. Терялись люди, так не один, не два. Речь идет о сотне тысяч. Ни о двух, ни о трех человеках. Совершенно бесследно исчезают. Видели, что она вышла покупать молоко. Не сбежала. У нее ребенок маленький. В магазин молочный. показания дали, что она вышла в магазин. Все, больше ее никто не видел. Нормальное отношение. Значит, она выкрадена, ее нет нигде. И мы даже не знаем, до каких размеров эта торговля уже сегодня идет. И те страны, в которых сейчас возьми Северная Корея, это рабы. Если телефон есть, не сдал его вовремя, расстрел. В интернет вышел каким-то образом, расстрел. И подряд все, посмотри, когда умер там, и как они беснуются, кричат, но ни с места не сдвинутся, ревут. Перед этим ином-то его отец. Или Путин, когда пришел, приезжает там. А в Китае как приехал, там приезжал Дональд, что они там как показывают. Ну и все рабы, в данном случае, да, можно куда-то поехать. А колхозник никуда не мог поехать. Совершенно привязаны к одному месту. Но оказывается, работорговля развито. Мы этого просто не знаем. Многого и многого не знаем. А завтра это легко очень даже сделать будет. Давно ли это было советское время? Привязан к работе, уйти нельзя. Если я ушел, два дня пропустил, тунеядство, статья, три года. Это раб или не раб? Вот со мной работала она, говорит, мне было неполно, кажется, 16 лет. И она опоздала на 20 минут на завод. На 20 минут. Дали, три года отсидела, вернулась. Никакой свободы нету. И под эту несвободу загнали в ГУЛАГ. Куда он может пойти? Никуда. В ГУЛАГ. А ведь речь-то идет о миллионах и миллионах. Начиная разговор 2-х миллионах подходят в 66 определенно. А в любой день это включится. Там речь-то идет о другом времени, которое придет. Но наметки уже есть. Тем более, говорят, в Китае сколько пропадает и на органы, это действительно так. Он не то, что на раб. Он хуже раба. Раба никто не резал. Рабочие. Вот мы разберем это слово и увидим, что мы были привязаны. Сейчас как-то свободно это пришло. Так что надо согласиться, что времена меняются. Все. Отошел. Продолжаем. Книга Откровений 18 глава 14 стих. И плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя. Ты уже не найдешь его толкования. Под конец перечисления всех товаров еще раз отдельно упоминается о плодах, охлаждающих чрева и плодов. Осень, осенние плоды угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное, жирное, располагающее к веселью и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Так оправдываются слова апостола Павла, цитирую, их конец погибель, их бог чрева, и слава их с рами, они мыслят о земном. Филипфийцам 3.19 Возвыдают купцы, ибо все это утеряли, и уже не найдут больше этого нигде, никогда. Вопросы? Вот вопрос у меня повыше список. Писано и вина, и илея, и мука, и пшеница, и скота, и овец. Почему скота и овец разделили, непонятно. Овечка же тоже скот, или скотина, это только коровы, овечка. Это не суть важности. Вкровение 18 глава 15 17 стих. Торговавшие всем обогатившиеся от нее станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, и говоря «Горе, горе тебе, великий город, одетый в весон и порфиру и багреницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство, и все кормчие, и все плывущие на кораблях и все корабельщики и все торгующие на море стали вдали». Толкование. «Как и цари, так и торговцы, не смея приблизиться к гибнущему городу, бывшему некогда их царицей, станут вдали от страха мучения ее, и восплачут и возрыдают о внезапной гибели такого богатства». Вот единственное, что еще может вызвать слезы продавшихся мамоне. Наличие печати антихриста навсегда гарантировало им беспрепятственную торговлю по всему миру. Но вот в один час уничтожено самое сердце мирового рынка. Как и цари, так и торговцы будут только прочитать. горе, горе. Вопросы? Откровение, 18 глава, 18-19 стихи. И видя дым от пожара ее возопили, говоря, какой город подобен городу великому. И посыпали пеплом головы свои, вопили плача и рыдая. Горе, горе тебе город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море. Ибо опустел в один час паркования. И вот все они, как и цари, так и цари, торговцы, не смея приблизиться к гибнущему городу, встали вдали, видя дым от пожара ее возопили. Помни, Вавилон, тебе поклоняются все, тобой восторгаются все, ты растлеваешь всех, ты обогащаешь всех, но настанет день, и никто не придет тебе на помощь. Все твои поклонники, соучастники в грехах и удовольствиях, все тобой обогащенные и обольщенные останутся вдали, и, созерцая дым от пожара уничтожившего тебя, будут плакать и рыдать не о тебе, о нет, об утрате своих удовольствий и богатств. А тебе только прозвучит их траурный реквием, горе, горе тебе и дикий хохот десяти царей. Некогда слуги антихриста восклицали, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сражаться с ним. 13 глава, 4 стих. возложившие божеские почести на главу антихриста посыпят плачем и воплями пепел на головы свои. Посыпание пеплом головы знак печали. Игорев, 2 глава, 8, 12, тих, рог, языкиль, 27, 30. «Вот оно, лучшее и совершеннейшее из всех обществ, вот финал, ибо опустел в один час». Со всем описанным перекликается пророчество языкиля о Тире. Цитирую, «Из кораблей своих сойдут все гребцы и корабельщики, и все кормчие моря истанут на землю и зарыдают о Тебе громким голосом и горько застенают, посыпав пеплом головы свои, валяясь во прахи и в сетоване своем поднимут плачевную песню тебе и так зарыдают о Тебе то, как Тир, как разрушенный посреди моря, когда приходили с морей товары твои, ты насыщал многие народы, множеством богатства твоего и торговлю твоей обогащал царей земли, а когда ты разбит морями в пучине вод, Тир погиб в водах, вавилон в огне, Геннадий Павел, товары твои все толпившиеся в Тебе и все толпившиеся в Тебе упало, все обитатели островов ужаснулись о Тебе и цари их содрогнулись, изменились в лицах торговцы других народов, свистнули о Тебе, ты сделался ужасом и не будет тебя вовеки. Рок окровение восемнадцать двадцать Веселись Веселись осем в небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. Толкование не к злорадству призываются праведники, но к великой радости о долгожданном пресечении зла. Ничто так не радует праведника, как прекращение греха. Блаженны алчущие и жаждущие правды, им обещано, что они насытятся. Пея пятая глава шестой стихи. Но нынешний век полон неправды и несправедливости. Поклонение за поколение за поколением уходит, так и не встретив торжества истины и справедливости, уходит не насытившись правдой. Потому даже в загробном мире души праведников попьют громким голосом говоря, да коли владыка святой истинной не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. Тая глава 5-10 стихи. Но вот наступил день и совершил Бог суд над беззаконием и беззаконниками в ответ на эту молитву святых о праведном воздаянии. поэтому и суд здесь назван суд ваш, то есть святых. Господь ставит себя как бы только исполнителем того суда, который призывали праведники. Потому веселись осем неба, то есть ангелы и святые вообще все праведники достигшие спасения. Апостолы, ученики Христовы, основавшие церковь и почти все претерпевшие мученическую кончину. Вопросы? Да, вот очень хорошее толкование, бывает иногда смущение такое, вот, что вроде как мстить это нехорошо, нужно прощать, вот, и вот здесь очень хорошее толкование, что когда мы видим, что зло прекращается, он христианин, имея те же чувствования, какие во Христе Иисусе, он радуется, не злорадствует, а радуется о прекращении зла. Злорадствуют это те, которые что-то, пакость какую-то сделали, и у них получилось, они вот злорадствуют, праведников там что-то какую-нибудь подножку дадут, а здесь прекращение зла. Вот, я вчера смотрел про развал СССР, вот, Горбачев в СССР развалил теперь у него столько денег у него, все, ему заплатили за это, вроде, какой он плохой. А тут узнаем, что Игнатий Тихоневич молился о развале СССР, об этой лживой империи зла. С этой точки зрения посмотреть, империя, это, в чем Игнатий Тихоневич вот эта империя зла, в чем зло вот этого большой, великая держава, как вот Римская империя, это империя СССР, потому что многие вспоминают те времена, и вот такая страна, нас боялись, уважали, а сейчас опять вот эти уже подвижки, что патриотизм, что вот это вот, сейчас в Сирии разбомбили, ну и да, если нам Сирию разбомбили, то и на Иерусалим пойдем, что нам. Эти слова империя зла, Рейган сказал, нет той области, где бы было по-честному, всюду был обман, притеснение, кровь, при том совершенно люди никакого отношения ни к какому злу не имели, жили, истреблялись классы, такого мировой истории не было никогда. Они сидят там уже, товарищ Сталин, мы любим тебя, уже арестованные сидят и сошли с ума и ничего не говорят. Товарищ Сталин, любим тебя, возьми фронтовиков, которые были как обрубки, их называли самовары, ни рук, ни ног нету, куда вдруг в одну ночь делись? А сегодня уже не скрывают, вот сейчас о Валааме там поставили фильм, там Путин говорит, мне придется скоро давать рецензию на этот, или как сказать, комментарий на этот фильм. Ну а что и другое было-то? Что хотели, то и делали, никакого спроса не было. Ты почитай о Парижской коммуне, чего требовал Марат? Вначале думали, только двух генералов простреляют, расстреляли, поднимаются новые люди, речь зашла уже 200 человек, и наконец поставили цифру 200 тысяч, вот тебе 72, вот чем закончилось? Это полностью точно так же делали и здесь, копировали. Полное бесправие, слово, печать, свобода, это истребленно было, слушать даже передачи нельзя было, все глушили. Враг народа, вот придумали враг народа, а когда подумаешь, не учили священники людей-то, и люди не знали Бога, и поэтому они были как враги. Я в этих словах, в этом обвинении нашел подтверждение, что не случайно это выбрали. 1,58 статья из 14 подпунктов. Если арестовали мужа, выгребалось все до одного, дети малые, приюты сдавали, сажали, жен куда-то там забрасывали. Вот мы в 12-м томе у меня там записано это открытым оком. Он во Франции был, этот имщиков у нас Федор, но он не участвовал нигде. На Россию это дала туда какие гренадеров, самых сильных, смелых, рослых, красивых. И они революцию там были, во Франции вообще не принимали участия. Вернулся, в партию вошел. Когда начали подгребать, его брали. Он успел только сказать дома, что враги пробрались, говорит, не мы враги. А ее сразу арестовали. А за что? За то, что она его жена. Десять лет она отсидела к Сене Ивановне. Мы близко знакомы были, я записал ее интервью и прочее. Так не она одна. 11 миллионов самых лучших тружеников сельского хозяйства, а по полной программе почти 15 миллионов сослали, разорили. И как они их хоронили. Вот приезжала Потеряева Евдокия Титовна, от чего поселок Потеряевка. И рассказывала она, мы подробно тоже записали интервью у ней. Мы, говорит, не успевали хоронить, мы-то, говорит, маленькие были. Умирали подряд. Кому они мешали? Планы, налоги накладывали, выполняли, наконец кладут такой налог, который невозможно выполнить, даже продать жену, ребятишек и не выполнить. Ну, власть что хотела, то и делала. И вот сейчас описывают, женщина остается с тремя ребятишками, мужа арестовали, а она на заметке. В огороде копает картошку. В это время приходит представитель власти и говорит, картошку вали в три кучи, ни одного ведра домой не бери. А соседям там наказал, смотрите за ней и уехал. А мы выберем, приедем одну кучу, а две тебе останется. Осень наступает, картошка вся замерзает, и она ночью пробирается, чтобы набрать хотя бы мороженое. Никому они не давали, она не нужна. На утро арестовали всех, все разбросали. Мы даже представить не можем. Речь шла конкретно о 60 миллионах. Это какая империя? Империя зла и лжи. Непрерывная ложь везде, и на Бога, и на Писание, и не было места, где бы говорили правильно, статистика или что-то. Одна ложь, железный занавес. Так что это была все прелюдия к антихристу. А у Гитлера что, у него нисколько больше свободы не было. Своих-то он не трогал, но однако в несвободе были. Вот есть такой фильм «Восхождение зла». Или восхождение там его. Ну, фильм поставленный о нем в Америке был. Очень, очень хорошо и исторически прямо. Одного слова нельзя быть. Всякая свобода была отнята. Немец приехал и говорит, а вы видели, как что на бляхе написано «Гот Метунс». А что это? Говорю, Бог с нами. А какой Бог? Ну, Бог нет, говорит, Бог это Гитлер. И они так и верили в него, как в Бога. Нам, когда все это открывается, то мы тогда видим. Я кое-что немного испытал, знаю. У нас отец инвалид войны, второй группы, руки под плечо почти нету. Десять ребятишек. Налоги полные платили. Гуси, к осени выросло 39 гусей. Ни одного не руби, отдай план. Яблоня росла, с нее налог, ночью срубили, убрали. С каждой овечки полторы шкуры. Ну, как полторы, но она, говорит, трех ягнят приносит. Да ни разу не приносила. Все разорили. Подпахали, под самое крыльцо свалили. И что, солонцы все подняли, одни бури. Речь идет о миллионах тонн плодородной земли сдуло. Что? Злодейство. И вот ухрупнение и проще это. Никто ничего не может сделать. Империя зла. Никогда в мировой истории не было, чтобы труженика сельского хозяйства так угнетать. Он кормит всех. И когда все это разберешь, и видишь, Рейган был абсолютно прав. И после этого ее, ну, по-другому не называли. Почему, говорят, рухнул-то такой колос. Его Гитлер не мог поколебать. в Советский Союз. А рухнула чего? Гласность и перестройка. Два слова. Горбачев и Солженицын. И миру открылись глаза. Вот зарядите просто. Архипелаг ГУЛАГ и как там тайна, как прятал, как арестовывали, что он думал. Одно слово только там сказал. Капитан, партия, там война уже заканчивается. Ничего, намотали, иди-сиди. А что Варлам Шаламов пишет? То же самое. Империя зла. Абсолютного зла не достигли. Но это была премьера. У Антихриста будет по-другому. Не продать, не купить. А тут все-таки магазины были. Маленько что-то, яйца там сдавали, покупали на обмен. Бартер был в магазинах. Вот так и мы входим в ту мысль, что это все проходят уроки. Человечество готовится к абсолютной невиданной тирании. Так что даже при советской власти нам покажется вполне сносно было. Вполне сносно. Хоть что-то осенью давали там какие-то килограммы. Все-таки была пшеница, рыжики собирали там, лебеду умолотили, гнилые пни давили. Но тогда ничего не будет. Это все подготовка идет. И делает это все. Одна и та же нация во главе стоит. Одна. Всегда. Подробно об этом сейчас Жириновский выступал. Ну где бы ни кинул, евреи, евреи, евреи. Евреи что? Ну ты продолжай благословлять этот народ. Правительство Ленина на 93, кажется, процента состояло из евреев. Какой? Они делают революции все. Это Жириновский выступает и говорит открыто. Тайна какая? Тайны нету об этом. Это всем известно. И ничего нельзя сделать. Вот во-первых стоит замок не проклинай народ Божий. А они готовят престол Антихриста. Вот где разочарование-то будет? Они-то готовят думают Мессию принять, а примут-то наследника дьявола. Здесь ничего нету кроме того, что написано в Священном Писании. Поэтому на это надо смотреть так. Сегодня я жив. Встал поблагодарить Бога. Никуда не заглядывай. Ничего не сделать. А за кого голосовать? Мы никогда ни за кого не голосуем. Никогда. А просим, чтобы Бог дал доброго правителя. Хорошие законы издавали. Притом ничего нельзя изменить. Ты будешь лопаться от злости только. Ничего этого не надо делать. Бог назначает. Бог не люди выбирают. Вот вспомните, когда выбирали перед этим, перед Рейконом выбрали, кто там, Буш старше был. А этот отошел печально. А к нему кто главный там называет мальчишник, миллиардер, он подошел, похлопал, Ронни, ты не обижайся, следующий ты будешь. Уже назначены. Еще только одного избрали, они знают, кто будет следующий. А еще тут будут на карте зеленая, красная, демократическая, там, республиканская партия. Все это фишка. Да, это про Америку говорю. А здесь ей говорить нечего, выбора не было, одна кандидатура. Теперь вымышляют кого-нибудь там, Ксению сообщает. Ну, смешно даже. Показывает, сейчас она пьяная где-то идет, растрепанная, язык высунула. Ну, 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 нарочно же все это делает. Грудинин, да кто он такой? Его, знаете, кто не знал. Сейчас рисует обман один, то только молись. Тебе больше ничего не дано за царей начальствующих. Вот относительно империи зла. Самое большое зло это отнятие полной свободы. А что обещали? Обещали-то какую свободу везде. И церковники поверили в это. И временному правительству телеграммы поздравительно присылали. Антоний Храповицкий и все. Наконец-то церковь получила свободу. Все кончилось. За царем пошли на Голгофу всей страной. На этом все опыты идут. Услышал это? Принял? Ничего тут толковать не надо. Все. Это наша история. Кровавая, страшная. Поэтому благодари Бога, что сумели остаться живые. Мне это открыто было, я не знаю, когда, что я у отца спрашивал, мне еще в школе учился пятый класс, а почему тебя тяти, тяти звали, а почему тяти тебя не арестовали? Всех арестовали, а тебя-то почему не арестовали-то? Я вот вопрос этот задавал. Фронтовиков как-то маленько они там охраняли, тем более инвалид, много ребятишек. Да мало того, а те годы, когда было 30-е, они бежали, меня еще и не было. Мать с отцом, бежали там в Казахстан, где-то они там скрывались, там хороший в Казахстане был, помог паспорта получить и прочее. Вся страна была в движении. Не оценили той свободы? Получайте. Плохой Николай был, получайте другого. Мы должны узнать один раз и с места не двигаться никуда. Ничего не надо толковать. Все. Благодарю. Откровение 18 глава 21 стих. И один сильный ангел взял камень, подобный большому Жорнову и поверг в море, говоря, таким стремлением повержен будет Вавилон в великий город и уже не будет его толкования. Это напоминает, как в древности порок Иеремия записал книгу «Все бедствия», которые должны были прийти на Вавилон и послал Сираю сына Нирии в Вавилон прочитать это все там и наказал ему Кутирую. Когда окончишь чтение сей книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Евфрата и скажи «Так погрузится Вавилон и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно изнемогут». Иеремия 51 глава 63 64 как стремительно безвозвратно и не оставляя никакого следа на поверхности моря тонет брошенный большой камень подобный жернал. Таким же будет и падение великого города Вавилона. Погибнет быстро в один час навечно и бесследно. И Господь употреблял в своих речах образ тонущего черного камня в знак падения и вечного низвержения. Так он говорил «Кто соблазнит одного из малых сих верующих меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновый камень на шею и бросили его в море. Но если так будет наказан соблазнивший одного из верующих, сколь более будет наказана великая блудница вином своего блудеяния соблазнившая все народы и, если возможно, и избраны». Евангелие от Макфея 24-26 «Камень, подобный большому жернову, означает великую тяжесть при грешении города. Из-за этих грехов города уже не будет. Он будет ввержен в море вечных гиенских мучений». Вопросы? Продолжаем. Вокровение 18 глава 22-23 стихи. «И голоса играющих на гуслях и поющих и играющих на свирелях и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества. И шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. И свет светильника уже не появится в тебе. И голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе. Ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы». Толкование. Вот и результат. До этого, как дни ноя, ели, пили, женились и выходили замуж. Вот внезапно, быстро, как тонет большой камень, вверженный пучину моря, все прекратилось. Прекратилась беспечная, безоблачная жизнь. Прекратилось вообще все. Нет веселящихся и отдыхающих. Нет искусства, нет производства, нет жениха и невесты, нет ничего. Только ветер разносит дым от пожарища, наплачут и стонут видевшие катастрофы. Подобное описание запустения смотри порог Иеремия 7.34, 25 глава 10 стих, рог Исайя 24 глава 2 стих и рог Иезеки 26 13. Неоднократно уже были указаны причины падения Вавилона, но ангел, ввергнувший камень в море, еще раз указывает на причины этого события. Во-первых, ибо купцы твои были вельможи земли, не в том грех, что они вели торговлю, даже не в том, что они обрели богатство, но в том, что они все это обратили не на нужды людей, а на свое собственное обогащение и на прославление себя, на безумную роскошь и увеселение. Причем все это достигалось имени иначе, как через принятие печати антихриста и поклонение ему, как богу. Вторая причина падения Вавилона и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. Это о растлевающем влиянии города на весь мир. К тому же мы видим, что для того, чтобы ввести в заблуждение все народы, чтобы все поклонились антихристу как богу, недостаточно было просто средств пропаганды и насилия. Люди все-таки не хотели принимать антихриста. Тогда необходимо было действовать волшебством. Необходимо было привлечь непосредственно силы происходней, чтобы заворожить умы людей и овладеть ими. тогда во все силе развернут свою деятельность все тайные мистические общества масонов, оккультистов, магов, колдунов, сатанистов. Так что заблуждение людей часто бывает не просто следствием неведения или неправильного понимания, но следствием одержимости духом заблуждения, помнение разума волшебством. Таковым доказывая, хоть сколь убедительно их не переубедишь, они заворожены, одержимы и прельщены. и третья причина падения города та что? Дальше продолжим. Вопросы. Вот у меня вопрос, Игнать Тихонич. На тех занятиях мы говорили, что боль человека подавить невозможно. Будет добровольное отречение от Христа и никакие там провода какие-то натянуты, топ как-то на умы действуют. Это понятно, но вот есть такое понятие, как навели порчу, волшебники, колдуны, маги, они здесь написано, что заблуждение людей часто бывает не просто следствием неведения или неправильного понимания, но следствием одержимости духом заблуждения, помутения разума волшебством. То есть приходит такая мысль, что волшебник насильно может его гипнозом или там махмурить, помутать без его воли. Как это понять, чтобы правильно свобода воли она все-таки остается? В житиях святых говорится, что одна была там ведьма настолько сильная, что она пленила евангелиста Иоанна и помощника его Прохора. И они несколько лет были в ней в плену. В баню воду носили там в житиях святых написано как это понимать? В другом месте написано житие Василия Нового. У него ученик был Григорий. Такой простодушный был как-то. Ну и шел и нашел поезд. Поезд понравился. Ну он подобрал нигде не объявил. А он прозрительный был или так увидал и говорит ты где взял поезд где-то? Да я нашел. Ну надо было вывесить найти хозяина а он уже полюбил поезд хорошее то. Ну говорит ты потерпишь только. Он свой потерял который дороже был. И вот он пошел куда-то там домой а там была ведьма Мелитина звать ее. Она была настолько сильной в волшебстве она могла приостановить течение реки и птицы в воздухе. Птица замирала и стояла на месте. В окрестностях не было ни одного мужчины которого она бы не соблазнила. А если который мужчина отказывался Василия этого Григория и дальше описывается как он был уже на исходе души прямо подплывал к берегу это как реки Стикс это образно было показано. Ладно учитель его Василий Нову помолился и чары были сняты. То есть это есть да это есть но воля его не отнимается волю нет. То есть пленение может быть а это нет. Когда он приходит в себя он делает как положено. я рассказывал в Новосибирске молились и вот Володя у нас Устинов живет Владимир Александрович а отец его Александр он герой веры к расстрелу приговорен был в свое время и он впереди женщина стоит как раз завтра завтра будет сочельник крещенский и в это время геазма святая вода особые силы якобы имеют якобы я почему говорят так а Бог его знает и эта женщина впереди стоит ей дают пить а она кричит не хочу не хочу он вдруг отпускает ее немножко она буквально хватает сосуд выпить давай выпьет только губам подносит опять не хочу от себя а он стоит сзади Александр Иванович он молитвенник такой был я молюсь говорит и Господи выведи из нее этого беса бес злой выйди из нее но когда кончили молиться она спиной стоит он сзади она повернулась к нему говорит Александр Иванович он тебя нисколько не боится вот и все лучше его молитвенника я просто не знал и вот такой ответ получил он сам рассказывает говорит ну ничего не скрывает вот так может быть да может быть но не какие-то там приборы вот говорят там высокочастотные там генератора облучают человек не знает что делает это обман и что мысли считать никто не может никто не знает что в человеке кроме духа человеческого живущего в нем это воистину так а бывает ли такое чтобы человек был верующий все правильно делал и в него вошел бес бывает возьмите полное творение Иоанна Златоуста первый том вот сейчас мы как раз я это все выстоял уже сейчас ролики эти с Тагирью юноша был ну по нашему сказать сын губернатора молодой офицер и все перспектива такая и вдруг он принял монашество принял монашество ну сколько там он побыл маленькое время то утром встал и начал колотиться и биться и вот вначале говорит как так он говорит я спал рот приоткрылся и вижу черная свинья в меня зашла так Златоуст когда перед крещением считается заклинательной молитвой сейчас молитва на изнании бесов из воды и там и отовсюду и Златоуст составил молитву и сам он молится и ничего не помогает тогда повели к монахам которые на вершинах гор живут но это не помогло и тогда он пишет о Божьем проведении а отец а отец как начал буйство сына такого загубили у него признаков не было психической ненормальности а тут к вам попал ну что конечно посты были так от поста бес уходит а не заходит здесь зашел и Златоуст говорит тогда какую великую награду получает тот человек который получит наказание когда страдает не только тело но и душа и Бог справедливый и вечности воздаст добром вот спроси любого баптиста скажут верующий живет не грешит ну как грешить там все согрешают ну открыто не блудит не ворует очень почтенный человек может ли заболеть беснованием нет никогда тот кто в нас больше того кто в мире это Иоанн Богослов говорит однако вот примеры показывает да может по особому попущению Божьем мы должны все таки по православному мыслить да бывает не приведи Господь вот так этого достаточно да по славу Божию так вопросы час прошел можно задавать любые пожалуйста вам слово а вот как детектор лжи узнает там это самое ну вот узнает правда говорит не правда а детекторе лжи вопрос да 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 вот что вы можете сказать существует прибор детектора лжи когда человек говорит неправда он волнуется пальцы у него потеют и колебания такие вот ты говоришь правду ты неправду как бы мысли читают тоже с помощью приборов как это не считают особенно хорошо это показано кино посмотрите оперативный псевдоним сын посла в Англии был он там засыпался а его синишку они сумели вытащить выкрали теперь в спецшколе и в спецшколе это учат абсолютно всему и в одном месте его принимают на работу а он все знает удивительное знание спец там такие были государственные учреждения одно-то таких-то и вот на его там начинает ну как нормально отвечал но один вопрос он засыпал а какой спросили кто родители и что он сказал не знаю как не знает не знаю и все я в детдоме вырос и дальше когда стали спрашивать по этой стороне а он в самом деле не знал они его переформатировали со знанием у него там профессор был стирали такое делают сейчас где-то вот и теперь рассуждай значит что-то такое есть могут но каких пределах в пределах дальше он думает сам и вот посадили его на стул и как задают вопрос если он лжет то американцы там все придумали вот человек волнуется спросили у тебя ты жене изменял он никто не знает а спросили изменял он знает прибор записывает у него какое определение как чистота сердца маленько колебнулась а какой пот выделяется и в совокупности прибор показывает он говорит неправду что именно он не может сказать мысли не знает но он прибор отмечает когда ритмически нормально сердце бьется он говорит правду правду так прибор показывает я даже как-то подумал если бы бесплатно это можно было я бы сходил вот сейчас проверить этот прибор вот моя мама она когда приезжал тут гипнотизеры приезжали ну и они тут я их видел сам но я-то маленький был еще но уже помню может в третьем классе учился вдвоем они были один помню чернявый такой был вроде пониже ростом и вот они в зале сидят там ну сколько там деревня то сколько и вот они начинают это показывать палочка стеклянная с головкой смотри на нее и смотрит ну на весь зал смотрите внимательно ну и посмотрели 4 человека женщины все мужчин не было мужчины не попали в это и они он зашел идет к ним и видит что они уже впали в это состояние когда они не помнят он их на сцену вывел и стал говорить им вы как живете да ничего все хорошо у вас платье хорошее да говорит ну мы сейчас мы в саду находимся рвите яблоки они падали задирают и яблоки рвут ну никаких яблок то нету и они так думают он ложит ее голова на стулу одну на спинку стула а ноги туда она как деревянная вот так вот кажется он даже на нее встал или что нельзя согнуть и помню Масалову были Таня и она в этом состоянии он говорит какие у тебя желания если что не хочешь узнать она говорит у меня то ли отец то ли брат не вернулся с фронта где он находится и он начал что-то ей там манипулировать и говорит ну что видишь она говорит вижу много людей сидят обедают какая-то музыка играет ну иди по рядам там у людей ты найдешь его да я знаю я найду и она его нашла она говорит ну спрашивай говори что надо он сказал Берлин она не может выговорить Берлин так ну ага Берлине так где они находятся ну видимо в том Берлине спрашивай что хочешь он говорит больше мне сказать не разрешается то он живой а теперь проверить она никак не может и моя мама у моей мамы три брата не вернулись с фронта и они мои дяди и мама пошла там надо было что-то отнести видимо дали там этим и они начали над матерью где-то а она сидит и считает живые помощи вы еще в крови Бога небесного он ее раз-другой а потом говорит ты знаешь тетка ты молитву не читай я ничего не могу сделать вот и все молитву не считай и такое мы встречаем и сегодня уже вот она цыганка а Юрий тут был Михальков ехал в дороге она разгадывала а люди еще а что у меня в кармане лежит там а кто у меня самый близкий родственник ну он сидел слушал а потом вопрос задают мысленно ей мысленно она мысли как бы передает но она отгадывает она взяла руку посмотрела у него Юрий Иванович Михальков она как бросила руку еще захотел а люди его спрашивают больше не стало никому показывать в вагоне это он рассказывал и тогда спрашивают а какой ты вопрос задал ей я сказал какой силой ты это делаешь мысль видимо сильно такая что могла то есть она это знала правильно она не отвечает он правильно да второе я сказал теперь ответь что тебя ожидает после смерти за это она должна была ответить от вечно мужчине сатаной который дал эту власть ну прорицательно считаю там 16 глава Деяния Апостолов вот что то есть сегодня это есть а может мысли узнавать мысли какие ну простые такие может ну человек который Мессинг уже узнавал брал когда людей это даже по выражению лица опытный психолог он даже увидит как опускается где-то кожа как смотрит там глубину глаз что-то могут что-то но чтобы когда человек молится ничего не может сделать он забивает его так что боязнь того что какие-то там где-то на бумаге шестерки и что-то сделают люди просто сами одержимые это идеи мне тут один написал я говорит это попадал только у меня желание было одно с собой покончить я только что привяжут койки в дурдоме где-то ну вы услышали когда у нас потерявки там один эти это дурит просто а там у священника что-то где-то зарегистрировано церковь и там код есть поэтому благодать отнята причащаться нельзя я поеду куда-то он там полное сумасшествие он борется с бумажкой да на бумажке что угодно ты берешь хлеб он там посмотри тоже штрих-код есть сахар берешь молоко и везде штрих-код это для подсчета ничего больше там нету никакого а если щип поставить и щип ничего не значит он значит тогда когда ты отречешься от христа ну они повалили воткнули тебе там еще и они еще узнают они еще не знают они всю информацию могут твою заложить но руководить мной они не могут как они будут руководить им даже вот этой лестнице не преодолеть вот не преодолеть я считать буду Иисусову молитву призывать имя Иисуса и они ничего не сделают но я говорю как нам приходили на занятия в университете где я вел занятия это дочь и мать я сразу объявил молитву их как ветром выдуло больше ни разу не пришли вот и весь ответ так что дефекта ржи он приблизительно к тому что человек волнуется не волнуется что у него как встряхнул этот вопрос или нет а вопросы очень такие такие прямо вот у нас ходил сдавал экзамен можно нет машину водить Игорь Третьяков он готовился к этому он закончил экономический факультет все получать права на машину надо идти туда к психиатру такие вопросы задавали а он им встречные вопросы забил их там Игорь надо с ним вот поговорить как это было он отвечал блестяще просто во-первых верующие ну это психиатры обыкновенные но они иногда и умеют что-то делать ничего им не сделать все благодарим братья пару слов по детектору лжи можно слышно меня да можно у меня знакомый в ФСБ поступал и там собеседование было у них так вот он подготовился вот как Игнатий Тихонович рассказывает что он готовился террористом стать вот он готовился стать сотрудником ФСБ и научился этот детектор обманывать то есть он уже выучился так что ни один мускул не дрогнет и он мог врать и детектор не определял так что это тоже такая система даже без молитвы он все равно научился обманывать его долго тренировался еще вопросы пожалуйста то есть здесь Павел вопросов задавайте пожалуйста мне прислали по скайпу ролик и там ссылка была кто это говорит видно что говорит сектант какой-то еретик и это посмотрел по ссылке церковь вне деноминации мелитополь город такой слышали Игнатий Тихонович что это за новая церковь вне деноминации никакой деноминации себя не относятся ну и явно что они не православные да их легион сегодня только на меня вышло я могу сказать около полсотни друг друга не знают и друг друга они не признают а я никак я просто христианин и когда у нас на форуме регистрируется православный а как пишет христианин я знаю это уже еретик Иоанн Затауз говорит для многих слово христианин есть пустой звук вводящий других в заблуждение я никому не принадлежу как ты к ереси принадлежишь ты не в церкви а мне зачем знать какой ты ереси принадлежишь деноминации конфессии это два слова которыми сатана покрывал и прикрыл слово ересь а что такое ересь они никогда не отмечают он еретик я никакой не принадлежу кажется ты не принадлежишь когда ты вне церкви ты тебе зачем определять тебе не надо название как ты еретик то есть ты погибший это самое страшное из всех грехов как Ава Агафон показал это на любое обвинение согласился а когда сказали еретик вытервствел никогда потому что там немощь плоти там соблазнился сблудил там или своровал а здесь добровольность ума предания против невесты Христовой еретики они враги Божии все еще вопросы пожалуйста надежда надежда что-то хотели спросить что-то что-то повернуть еретиков наверное как-то какое-то русло а вообще допущено почему-то допустил Господь вот без воли Божьей не упадет в латинка это допущено попущено или быть еретиком или это свободный выбор или как еретики мкаются конечно есть в таких случаях то он среди нас такие и присутствуют очень трудно если он знал истину до таковых как Павел пишет посланник евреям считай там 4-6 глав нет жертв за грех но некое страшное ожидание огня готово пожрать противников для них нету когда они подбирают святыню завета и духа благодати оскорбляют для них нету прощения нету Бог не дает им покаяния посланник евреям Павел говорит такие люди а с кем мы разговариваем он в таком состоянии находится не знаю Бог знает но однако вот это и есть состояние когда он знал был и все это попрал и пошел против покаяния не дается вот сейчас говорят Осипов Осипов а в прошлые годы ну 59-60-е годы в Ленинграде когда Ленинград был был профессор духовной семинарии Академии Осипов Александр Александрович и он отступил и там между ними как бы диспут был Миролюбов один и он ему отвечает такого человека они знали может и зарядить и посмотреть Александра Александрович Осипов и вот приходили люди на его лекции он все стал попирать лекции безбожьи и я был в Ленинграде встречался с людьми которые были мы в этот момент и там будто бы женщина прокричала ему Иуда Бог накажет тебя рак сожрет тебя и он говорит буквально в скором времени заболел и умер бывает человек не был верующим но участвовал в этом общество знания вот так она называлась общество знания выступали лекции против Бога ну одна такая была за ним замужем они очень хорошо знали друг друга познакомились она православная христианка что-то тут дергается вам слышно? да-да это все написал Осипов Александр Александрович пишет и вот она только молилась чтобы Господь его обратил он статный такой мужчина видный и она уже представляла как она явится в церкви подойдет к священнику и скажет это вот он мой муж о ком я говорил и вы батюшка молились за него и он обратился она так представляла но проходит какое-то время он стал чувствовать недомогание и слег в больнице его домой отпустили помирать и однажды он ей говорит Наташа почитай мне что-нибудь а у него библиотека что? а из этой твоей книги Евангелия она вышла в другую комнату говорит он и горько заплакала она поняла молитву Бог не услышал она не такого хотела разваленный лежит под себя ходит она хотела прийти с тем соколом с орлом за который она вышла замуж а вот этого делать-то не надо не надо нам гадать-то он обратился к Богу поэтому если мы молимся а как обратился мы не знаем может быть и стал молиться он сразу заболел заболел и бывает так человек узнает это вы за меня молитесь не молитесь вот у нас было в Потеряевке какой тут опыт-то был и был один поселился и вот дружинин Митя ну Дмитрий-то а отец его Геннадий Петрович подполковник милиции Ленинского района вот там в Барнауле покосной мужик ужасно просто ужасно всякие кляузы прокуратуру на нас писал ну ничего нету проверки были милиции ничего нету кого-то мы ограбили какую-то женщину избили отняли ничего нету он пьет он лечился сам корешок хрена на 3 литра спирту как-то мне когда не было звонков мы приехали сказали говорит он по деревне там бегал к моей сестре прибежал говорит спрячь меня меня Игнатий ищет убить они говорят так он же в Барнауле я его сейчас только видел здесь и вот когда мы узнаем вот что есть такие люди и могут ли они обратиться не знаем но мы молились я подал вот срешний иск 129 сейчас 2 уголовного кодекса распространение клеветы и прочее его зацепили как он страшно испугался он сажал других а теперь его и все против него пошло а у него дружок был этого района Октябрьский суд туда передали и широких этот фамилия его прокурора он прокурор закрывает дело-то я иду к прокурору края близкие отношения опять открывает чтобы ну пресечь эти клеветы-то это он же распространяет их афиши вывешивает в городе и наконец тот отменяет прокурор района его дружок там меня не уведомили они обязаны меня уведомить а я живу в деревне еще не знаю и ровно в сороковой день ему черную занозу бог дал он инсульт и сразу умер и когда эти его дети его сын-то и другие на меня тут клеветали тоже был суд и он говорит там ваша честь вот Лапкин он молился за моего против моего отца и мой папа он еще такой сильный был здоровый и он умер сразу я сказать какой он плохой но судья не может мне статью пришить никакую-то я только подумал Митя тогда если ты веришь что у меня такая молитва бойся чтобы я тебе не помолился ты сразу здесь и окочуришься прямо в суде все это записано поэтому помолить и многое может сделать Господь защитить и прочее но когда ты на это согласен согласен какой бы ты ни был и за кого бы ты не молился вот мне звонят каждый день или звонят или по скайпу что помолиться у меня самый этот любимый ребенок у него сейчас он умирает буквально лежит я помолюсь но я прошу волю Божию Господи да будет воля Твоя если можно Господи оставь его живым где-то стали молиться буквально после обеда ребенок умер а другие наоборот прямо на операционном столе сразу аккуратно сделали температура все спало мы своего не просим Божья воля а по нашей ли молитве или по щейту мы тоже не знаем я выполнил просьбу человека вот сейчас на Украине там кто-то выбросился из окна и упал на ребенка и ребенка маленький младенец и он его убил сам погиб ну и отпевать священник отказался потому что ребенок к родителям которые признают там видно Филарета или наоборот там как-то ну там друг друга не признают ну и там теперь разбили там такая тема вот видишь ребенок меня спрашивает как он сделал я говорю худо сделал ребенок-то при чем если ты православный ребенок крещеный был крещеный тебе какая разница за Филарет он был или за Кирилла зачем это нужно-то еще ребятишками мертвыми играть начинают вы еще не знаете что если польза от нашей молитвы за умерших еще и этот вопрос не решен а уже злодея нажил надо быть маленько поскромнее не так думать о себе если польза есть я молюсь Бог его знает тут мне сильно помогал близких отношений был мэр города Барнаула Баварин Владимир Николаевич входил в десятку лучших мэров России и внезапно погиб внезапно разбилась машина ну и он мне помогал вот я сижу дом это все получили благодаря ему с места суд не двигался а тут все встали прокурор мэр и вот я не ходил никогда на похороны безбожника а тут я пошел а в эту ночь я все звонил и звонил пока точно не узнал что он был крещеный крещеный это главный редактор губернской нашей газеты Алтайская правда Ольга Шевчук сказала да он верующий был а до этого был порторг моторного завода я помолился и сказал господи прости если не так но да придут на память его добрые дела он приезжал ко мне сюда несколько раз благодаря его помощи я два дома вот эти из нежилых в жилые превратили это такая трудность вот так даже помолиться и мы же не знаем какая от это помощь я сходил на похороны посмотрел там был потому что доброе дело оно отзывается и сейчас вот я вижу как хорошо два дома молимся в одном мы тут живем и оттайно так перед Богом господи помилуй этого Владимира прости господи если моя молитва тебе не угодно можно да Игнатий Тихонович это Рахиль да конечно добрый вечер всем добрый я очень переживаю за Романа малыша а вы отдельной молитвой у вас сильная молитва такая вот верю вам помолитесь за него пожалуйста с братьями мы молимся все время дорогая Рахиль молимся каждый день а он погружается все глубже и глубже да да он я исследовал это дело я знаю с чем это связано и как с нечистой силой дух лжи дух лжи входит но не выходит без его воли это никак нельзя сделать златоуз говорит ни я ни бог тебе не поможет если ты сам себе не поможешь вот эту фразу повторяй он очень нужный он сильно помогал когда я там на машине отвезти и где он сам по себе он прекрасный человек но он верит в то что в интернете есть и уже узнает кто это подкидывает там шляхов и романах какой-то книжка там мишка пулеметчик называется и один парнишка там написал мне и говорит я попал тоже в эту сеть поверил что везде шестерки шестерки куда ни посмотрю все шестерит пока на ваш говорит ролик не натолкнулся и тогда я вылез от этой беды я этот материал скинул ему сегодня утром я говорю ты еще не дошел до конца сегодня утром я нашел собачье сердце когда в театре они сидят шариков там барменталь рядом и там артистка с неба спускается как бы сверху а шариков там сидит семечки щелкает ну что меня ожидает какое значительное событие в жизни она ему сказала что ждет самое большое у вас впереди то есть из шариков ты снова превратишься в собаку в шариков и я это Роману отослал отослал он говорит так и есть он конечно понимает что так и есть это о ком-то но не о нем тебя Бог сделал человеком зачем туда пошел то люди умышлено сами вот эти ролики запускают земля плоская мы только плоская да плоская он пошел дальше это дух лжи я сейчас не трогаю не задеваю ни одного слова не говорю ему ничего только молюсь молюсь и днем и ночью я молю за него спаси Христос Аллилуйя Игнать Тихонович по молитве можно короткий вопрос не понял по молитве вопрос такой по молитве вопрос хочет задать да ну говори рождественским постом взялся читать псалтырь Давида и молиться за людей которых я не знаю и там 140 человек о здравии и еще столько же об упокоении но у меня так сильно начало все валиться в жизни то есть я вообще не знаю что это за люди но у меня и я спать стал плохо и дела все ну из рук вон все лезет вот хотел узнать духовный именно совет может быть вообще не стоит так молиться за тех кого не знаешь потому что не знаешь даже что это люди делают ну все я понял не надо было этого делать я никогда не молюсь так тем более по псалтыре я не знаю если человека я только перекрестился господь да будет воля твоя я говорю я уже помолился все я не знаю я назову его и дальше уже не иду вы зря это стали псалтырь да еще там добавляете не знаю людей вам зачем сейчас мы деньги платят бабки за деньги ходят молятся а вы то я не знаю зачем мы взялись за это ну просто друзья попросили хочешь присоединиться ну я подумал благородное дело такое за людей помолиться и вот по незнанию так сделал но сейчас уже закончил это а как вы молились и человек живой тут ну там 140 список человек 140 живых и еще 136 умерших я то не знаю даже я себе молюсь за одного 140 знать никого не знаете у нас за мертвых только которых знаем чтобы были верующие даже в церкви записки у нас не принимаются только за тех которые умерли чтобы можно было сказать раба божия у нас три рода записок а здравий точно так же кого знает свои зачем ему здоровье записки не принимаются а вот третье это можно любого записать об обращении коснись его сердце господи приведи его к покаянию пошли к ним людей которые принесут свет евангелия ему у нас там можно записать любого вот это треть а в церкви такого рода записок вообще нету да вот там видите там 40 человек постом договорились читать что вся псалтырь за день прочитывается полностью и каждый читает свой копий давайте я вам ответил не возвращаемся раз я ответил значит все неправильно договорились спасибо не надо этого ты их никого не знаешь если бы ты знал конкретно молился тогда другой вопрос мы псалтырь тоже у нас сестра она распределяет кому какие псалмы считать мы 40 дней считали там своя сестра умерла наша здешняя она приняла крещение она соборовалась прищищалась то есть мы знаем о ком молимся спасибо христос аллилуйя это я слышал называется молитва по соглашению я знаю это у этого болгар отец владимир у них там молитва по соглашению договариваются это неплохо заранее договорились о чем конкретно молиться я все время молюсь сейчас если кто хочет присоединитесь чтобы господь прислал потеряевку знающих бога истинно подчиняющимся его заповедям людей у которых есть дети чтобы сохранить школу потому что дети выросли было там 21 в школе а сегодня только два ученика вот мы об этом мы молимся а тут мы молимся расширь пределы общин побуди всех на благовестие воля твоя надо будет если бы мы жили в одном месте вот люди которые сообщают там обратились богу через наши ресурсы то нам было надо место где мы молимся расширять раза в три в четыре тогда то я преподавал здесь в университетах один год то сразу 26 человек крестились только а сегодня откуда то приезжает из своих по батюшка крестил 12 человек и только может быть один местный и тот ушел в соседнем городке а остальные издалека Москва там и другие места я теперь не имею доступа к живым людям а только вот в интернете и в интернете Господь благословляет намного больше чем когда было в университете у нас просмотров только у меня 11 миллионов миллионов подписчиков на наш ресурс в ютубе канал 11 тысяч но у нас богатство большое люди приходят не просто так просто так вот я ставлю если тысячи у нас посещений есть на какой-то ролик это уже считается много обычно там 100-200 которые там Ян Кронштадтский выставляю Игнатий Брянщининов там вообще до сотни даже не доходит и смотрю тут два ну парня да и там третий у них съемку делал и они пошли там какая-то деревня там километров за 30 как они идут по болоту возвращаются ничего нету совершенно никаких событий нету дошли там развалины одни ночевали они и назад 13 миллионов посещений на один ролик 13 миллионов но это посмотрели ткнулись и они никакого отношения не имеют никто не исправляется никто этого не ищет и поэтому цифры эти они ни о чем не говорят абсолютно совершенно у нас малая посещаемость больше посещаемость где кто-то нападает когда вот мы деревья пилили и там оказалось дупло с шершнями ну мы пришли заранее взяли там с собой палочку тряпочку бензином и потом залили туда огонь и выжигали больше ничего не было а рядом тут вода никуда не пойдет все зеленое то другое уже 200 с лишним тысяч посетили и все с руганью нам это единственный ролик от которого мы отключили даже комментарии невозможно а сейчас взяли распаковали и видимо ругателей то уже нет а заглядывают заглядывают я вот на днях проверил сколько человек ну которые нападают на нас приходится их блокировать то другое и эти люди оказывается они где-то сохраняются не люди а записи и Никита полез и нашел три с половиной тысячи пришлось только заблокировать заходят с матерками страшными всякие разные притом сидят дети обедают там ничего нельзя сказать веселые радостные матерками играют где-то опять матюгами да когда это у всех кто задавит да надо приехать этого старика повесить ну и то есть конца края нету что ну испытания а то друзья то хвалят это неравновесие теперь коромысло правильно чтобы работало весы такие были все это пройдет меня гнали гнали будет гнать вас меня слушали будут слушать вас все если тебя никто не трогает неправильно если все люди будут говорить о вас хорошо горе вам христос говорит горе а если поносят радуйтесь и веселитесь что имя ваше пронесут как неугодное сыну человеческому так все закончилось можно еще вопрос я сегодня вам задавал насчет венчания на голову не надевают эти венцы где это можно подтверждение ну вы там ответили так что это стопроцентный обман а на что опереться старики видно что больше 70 лет решили узаконить брак свой и сзади стоят венцы держат венчания то нету какое венчание когда ну деньги пошуршал ты есть или нет тут хаджа на середину по неволе вспомнишь она спрашивает на какие источники можно опереться да никакие никакие источники тогда ничего нету вот источник фотография если тебе только показали вот так понюхать ну что ты ела или нет не было говорит деньги взял в ладони вот так вот постучал слышал слышал вот тебе расчет за твой дым еще и не было венцы то не касаются головы какое венчание то и заметьте если медаль какую-то ее прикручивает если венок какой-то надевают надевают на голову там лавровый венок здесь нету попы держат сзади обманщики обманщики стопроцентно никакого венчания нету бракосочетание может быть есть а венчания нету ясно спасибо все наверное еще больше нет давайте молитв достойно есть окола истину блажит богородицу пресно блаженную и пренепорочную и матерь бога наша чистейшую херувин и славнейшую без сравнения с ираким без искления бога слово родшую сущую благородицу величаю да тихо молитв отец наш небесный благодарим тебя за любовь которую оказал нам в сыне твоем Иисусе Христе умершем за наши грехи хвала тебе за дух святой который вразумляет наставляет и обличает как многое ты нам сказал научи нас бодрствовать искать спасение и прославление твоего святого имени хвала тебе за все отец сын и святой дух аминь завтра сочельник как принято говорить до первой звезды люди не вкушают но 20 сочельника в году бывает перед рождеством и перед крещением все а у нас это служба то когда будет ну как всегда в субботу а ватю я не знаю как это Володя почему батюшка на крещение освещать будет как когда он приедет не знаю в пятницу в пятницу он сказал Никита подтверждает в пятницу в пятницу утром в пятницу да ну да потому что он там осветит и теперь приехать надо сюда ну вот так в пятницу значит значит завтра не кушаем постимся да да завтра пост до первой звезды да да так принято а после первой звезды ну как мусульманин тогда ешь можно все да не все день-то постный постный тут уже ни мяса ни молочного ни яйца ничего нет что за стук такой спаси Христос все давайте расставайся раз ничего нет с Богом с Богом христос 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 христос